Это послание человечеству, не принимайте всерьёз. Это научная фантастика. А то какие-нибудь военные привяжутся в том смысле, что взять это на вооружение. Ну, было у меня однажды такое, как приезжают ко мне из генштаба и говорят, там, в Рязанские дивизия танковая, ты не можешь за три дня их боеспособность повысить. Ну, конечно, я могу, ключ все может сделать, потому что научишь этих офицеров, солдат. Я так много раз сделал. Но дело не в этом. Дело в том, что то, что я сейчас буду говорить, очень важно. Но чтобы никто не прицепился и не использовал во вред, это можно было бы сейчас и... Ну, короче говоря, слушайте внимательно. Звёздные врата, нуль-переход у Стругацких. Ведь это что такое? Это когда можно в другую часть Вселенной попасть, собственно говоря, без всяких звездолётов. Да, вот здесь вошёл и там вышло, но в другой, так сказать, части Вселенной. Вот это, оказывается, есть. Есть, оказывается, это... Ну, на уровне человека это происходит. Звёздные врата – это человек. В каком смысле? У нас, например, есть реальность. И вот есть обычная реальность, в которой я сейчас и вы находитесь, обычное состояние бодрствования. А есть транс, например. И вот там есть нуль-переход. Ну, его иногда называют квантовый скачок. Это неправильно, потому что квант – это относится к частице света, это фотон. Имеется в виду тридерный переход. Вот переход из одной реальности в другую происходит при изменении частотных характеристик мозга. Нуль-переход, ну, например, ключ – это нуль-переход. Почему? Потому что вы начинаете какое-то действие, например, вот это механическое действие, да? Это одно состояние. А вот есть гипноз, транс. И там мне внушили, что рука у меня пошла, и она у меня пошла. Автоматически. То есть, если оно механическое, вот я делаю механическое, а есть автоматически. А в ключе, без всякого гипноза, вот этот нуль-переход делается за счёт того, что ты сочетаешь в себе одновременно одно состояние и другое. Вот я в обычном состоянии вдруг представляю себе, что рука пошла не механически, я делаю, а автоматически. То есть, то, что соответствует другой реальности. Это парадокс. Потому что идея рождает рефлекс. Рефлекс идёт автоматически. Но люди к этому не привыкли, потому что они понимают, что есть механическое движение, а есть рефлекторное. Ну, например, ты берёшь чайник и вдруг подумал, что он горячий, и одёрнул руку. Ты ещё не коснулся, а уже одёрнул. Это рефлекс. Образ горячий чайник и рефлекс. Можно ли сделать рефлекс управляемым? Но я представил себе этот чайник, представил себе этот чайник, и в какой-то момент оно у меня дёрнулось. Да, то есть я вызвал управляемый рефлекс. Ну, к этому люди не привыкли, потому что они этого не понимают. Они говорят, как это можно управлять рефлексами. Да потому что если ты научаешься управлять рефлексами, ты можешь управлять всем своим механизмом. Потому что это такой важный момент, потому что было состояние реальности, где ты не можешь управлять рефлексами, и переходишь, вот этот переход, ключевой переход, в это состояние, где ты можешь управлять своими рефлексами. Ну, я так и картины писал, и книгам писать мне это помогает, и многое чего я делаю. И вас сейчас теперь учу стресс-устойчивость, и раскрепощение, и налаживание личных отношений. Много чего могу сделать. Давайте, скоро у нас вебинар. Мы с Машей Собо скоро будем делать вебинар, и нам будет помогать Наташа Кузьмина. Друзья мои, скоро будет очень здорово. Мы совершим нуль-переход в звёздные врата. Я вам покажу, где они находятся. Оказывается, во Вселенной они есть. Это человек. Друзья мои, скоро будет. html. Субтитры сделал DimaTorzok